Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 595. События дня. Иакова 5.9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоят у дверей за 30 июля 2017 года. Пишет Галина Влеська, Новокузнецк. Мир вам, Игнатий Тихонович. Просмотрела с усердием все ролики, жалкую о Марине с Колей. Сейчас начну ходатайствовать. Готовы? За несколько месяцев вашего с ней знакомства по скайпу примчалась трудиться к вам во славу Божию с 7-летним сыном. Подвижница. А через 6 лет знакомства приехала, к примеру. У еще многих решительностей до сих пор маловато. Мы с четырьмя конечностями едва за ней поспевали и верит нелицемерно. Хорошая сестра. Трудяга. А Коля еще пластилиновый мальчик. Выправится. Как и рыжая с котенком при угрозе спасать детеныша. И наша Марина привезла Колю-Потеряевку остров ее надежды. Какая трагичная судьба у Марины. Господи, спаси и сохрани. Христос не оставит ее и вы с отцом Иакимом помогите. Может кто ее работницей приголубит из селян на зиму. Она такая простодушная и искренняя. Все родные ее использовали, обманывая. А Коля в вашу школу к деткам пойдет. Будет жена одного ученика больше, и это хорошо. А летом вновь православный бой. Очень жалкую, плачу по ней, молюсь. Ведь она искала и нашла своих любимых христиан. Сильно ходатайству ради Христа поговорите с отцом. Блокаду русские пережили в Ленинграде. Неужели она зиму не выдержит на Алтае среди молока и меда? Отец Иаким не находился с нами. А вы и мы наблюдали за ней. Она весьма быстро адаптируется. И сама всем дарит любовь. И очень склонна остаться в их трудовых гостях. И на зиму. Вот ходатайству за Марину, помолясь. И вы, Игнатий Тихонович, вы молите Марине зимовку. Да, будет воля твоя, Бог. Спасибо всех, Христос. С уважением и благодарностью за ваши труды. Старшая сестра общины сестер милосердия во имя святой равноапостольной Марии Магдалины при храме святых равноапостольных Мефодии и Кирилла Новокузнецкой Таштагольской епархии МПРПЦ Галина Влеска. Ну вот такое ходатайство. Выставка, добавка, ПС. Выставил на Facebook несколько фото и ролик о нашем благословенном лете в Потеряевке. Работаем. Добавка. Весь день 30 июля провела в думах о нашей Марине и только сейчас, позже увидела, что это дата, день памяти великомученицы святой Марины 4 век и день ангела нашей дорогой Мариночки. Благодарность Богу и радость моя. Ну что говорить, как раз вчера об этом говорили, когда Тайстола подходила ко мне Серафима Гавриловна, тоже со стороны так, не все знают. Потом они собрались вместе, Надежда Васильевна, к батюшке, а он мне вечером позвонил. Все не так просто. Батюшка сказал, в течение года проверь себя, живи там, где была, потерять квартиру проще всего. А дальше-то что будет? Даже кто приютил, он-то тоже здесь, кажется, не вечен. Это не просто так. На зиму кто-то приютил, в работники. Никому никакие работники не нужны. Все поправляются сами. Она будет где-то здесь. Ну это понятно, что работница и делает, старается. Это все так и есть, я видел. Но это переезд. И нужды в этом переезде-то никакой нет пока. А неприятности, притом неисправимое дело, может быть. Она должна все внимательнее посмотреть, пока что, как. Бог усмотрит. Ходотайствовать, конечно, я не буду. Я сам против переезда. Ходотайствовал за нее и роман. Я говорю, миллиона и доли процентов у нее нету, на то, чтобы переехать и здесь жить. Нет на то пока благословения. Я это вижу без всяких доказательств. Ей будет намного сложнее, труднее, чем там, где она есть. Только желательно. Зиму пускай пока смотрит, считает, глядит как. А Коля пластилин. И Коля почти слепленный. Не просто пластилин. У него такие признаки одержимости, что сдрогнешь. И это поселить где-то, это не просто нагрузка, а не поправимый груз. И обязательно будут новые вопросы. Новые. А вот приманывают. Она доверчивая. Ее переманули. В течение года пускай пока там будет. Никаких ходотайств здесь не хватит. Для того, чтобы изменить то, что уже было. То, что есть. Те, которые ходотайствуют, они через неделю сами нуждаются в помощи. А на кого вешать этот груз? Это не просто так. Где быть? Как? Астерапима говорит, у них там старый домик, который в Аграре. А ее сын, неверующий там или как, в храм ни разу не заходил даже. Володя. Отремонтирует. Ну, один говорит, дрова бы дал, да другое сделал. Это все очень сложно. Там она жива. Здесь неизвестно, что будет. Так что, ну, вот такое дело. События вчерашние. Ночью, уже в 11 вечера, Виктор Николаевич Савченко на нашей газели повез, видимо, в Корчино. Галендухина Владимира Юрьевича с Егором Вторым. Закончилось у них время здесь как назначено было. Говорили, были вместе. Он как-то в один приезд, первый приезд, подарил большую икону Даниила Московского. В храме у нас висит. Тоже говорили, думали. Все по-хорошему. Всем довольны. И только попросил не отказывать им приехать на следующий год. Ну, вот так вот все. Это событие для нас. Событие, что служба, как всегда, началась в воскресный день. Потом на улице собрание. После этого в час дня события, занятия по изучению Святой Библии. 14 глава Евангелия от Марка о допросе Христа. Я подчеркнул слово Божие живо и действенно. Что это? Ну, и расширено, как это в течение двух тысяч лет, вот этот допрос, как он повторялся у разных людей, как себя вели и проехалось ли это про нас. У меня все это ото всего рубцы. Тоже допрашивали, так же лгали, так же придумывали и тоже искали смерти. Надо пережить это все. Это Господь, конечно, если допустит, даст. Хорошие занятия были, вышли. И вот тут ходатайствовала с Арапимой Гавриловной. Это главная Надежда Васильевна это подбили-то. Но она до 27-го, кажется, здесь будет. У нее билет взятый. И она поедет. Теперь остались у нас только двое. Дробот. Ефросиния и Нестор. И Галя позвонила Загуляева, что ходила к матери. Матери операция тяжеленная, там отрезали желудок и прочее. Рак обнаружили. Просила, как можно дольше остаться здесь. Она уже просит, вот, все, туда, домой. Ну, привыкли просто быть несерьезное такое отношение к жизни здесь. Вот они-то бы остались, двое ребятишек. Этих бы взяли. Взяли тут уже все. Дома-то совершенно неблагоприятная обстановка. Мать-то такая больная. Там еще двое детей. А отец-то на ногах редко бывает. Стоит. Духонемой, да еще и закладывает такую страсть. Это непросто. Ребятишкам тут надо помочь. Они совершенно к жизни-то по-другому приспособлены. Ухватить больше и в рот себе. Вот с ними та работа была бы. Вчера я говорила, она как мертвая. Даже никак. Ей надо домой, а там дальше она прыгает. Там коза у них есть. А тут в будущем нет. Такое верхоглядство сплошное. Тут детей водили и фильм показали им. О Давиде. Новая постановка. Она мне не нравится. Но вот первая постановка, которая была та хорошая. Здесь ходили за черемухой. Потом в огород где-то еще за ягодой. Ну, воскресный день. Никто не работает. Занятия такие вот. Я через окно уже спать приготовился. Вижу, машина светит, подъезжает напротив, где мы находились. Володя Пащенко. Я помигал фонариком и прибежали. Егор и Володя. Там, наверное, Владимир. Простились еще раз. Ну, помолились. Теперь они сутки, с 4 часа будут возвращаться домой. Екатеринбургская епархия. А тут сбросили о крещении материал большой. Косуй Кириллу Сахарову. Крещение. Вот так ли важно это полное погружение и прочее. Ну, безбожники. Даже сам по себе вопрос-то какой. Сектанты сбросили. У них идет крещение. Тоже сытые, справные такие. Все налитые. Просто жиром видно стоят. Бритые в галстуках все. И тоже церковь. И тоже делает. И подражает. Да мало ли еще в мире есть. Ну, смотришь. Неужели это-то непонятно. Братья и сестры. Даже это-то видно, что... Ну, если в Библии держите-то понимаете, что нигде нет такого обращения от братья и сестры. Ни разу на 68 братья и сестры ни разу. А это и патриархи все так говорят. Тоже крестят. Тоже пресвитеры. А никто. Фальшь, обман. Всех-то. Откуда пресвитер-то? Старшего не было. Епископа-то не было. Никто. Без всякого прикослоя меньше благословляется большим. Ничего нет. Ересь. Еретики. Тысячи названий им. И все одинаковые. Не поста, не креста, женщины там без платков. А вы только вид один. И тоже. Ну, обольщение. Сто процентное. Не на два процента. Христос. И до него как будто ничего не было, не знают. Какую-то новинку открывают. Крестят, опрокидывают человека на спину. Положение в огробку. Даже форма крещения неправильная. А тут только кропятые. Ну, то есть извращение. Содом. Везде. Надо трудиться. У Бога выпросить. А чтобы была открыта душа, уши для слышания слов истины. Вот. Теперь показать наши ресурсы можно. Первое, это у меня любимый «Мой мир». Вот он. Я туда уже перенес. Второе, это большое, это форум ленточный. Православный форум. Вот он, православный как форум выглядит. И очень грамотно составленный. 1600 тем. И наш видеоканал. Православный видеоканал. 7800 с лишним видеороликов. Простые, просто составленные, как есть, заснятые. Сегодня вот поставил, опять 10 роликов. Самое малое, это по Златоусту, допустим, всего 8. Но это 8 за 38 минут. Остальное это 16, 17, 15. И большой-большой у нас сайт. Православный библейский сайт. Прямо написано «Во свете Библии». И 4124 ответа по темам. 55 тем. Тут политика, потеряевка, проповедь, благовестие, работа. Сейчас внутренний мир человека. Беру по одному вопросу и озвучиваю. Вопрос 1073. Третий том, открытым оком. Спаситель молился в Гессимане, а ученикам своим заповедовал в это время. Марка 14, 38. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Для чего он повел им бодрствовать и какое такое искушение могло быть? А ответ бодрствуйте, то есть не спать, приготовиться к искушению, испытанию. Когда учащийся спит, а его спрашивают, то какой у него вид? Какое у него выражение на лице? Серахва 22, 78. Получающим глупого тоже, что склеивающий черепки, или пробуждающий спящего глубокого сна. Рассказывающий что-либо глупому тоже, что рассказывающий дремлющему. Который по окончанию спрашивает, что? О, в таком неготовом состоянии оказалась целая страна 22 июня 41 года. Господь предупреждал, чтобы мы были готовы покинуть эту землю в любой момент. Матфея 25, 13. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приедет Сын Человеческий. 1 Петра 5, 8. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как ркающий лев. У меня такое впечатление, что я уже читал это. Я просто проведу. Вопрос 1105. Никакие споры, но если кто-то сквернословил, я обязательно обличал и увещевал его не делать этого, не ругаться матерно. Исход 21, 17. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Левит 20, 9 стих. Кто будет злословить отца свою или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил. Кровь его на нем. То есть все матерщинники, говорящие мать твою, по винной смерти должны быть расстреляны, согласно Библии. Так говорит Бог. Матфея 12, 37. Ибо от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. Ефесянам 4, 29. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Сера Ахов 3, 16. Оставляющий отца то же, что богохульник и проклят от Господа, раздражающий мать свою. Среди неверующих я почти не знаю никого, кто бы ни сквернословил, а жил я в разных республиках страны, работал в разных областях, на стройке, на корабле, в органах внутренних дел, в сельском хозяйстве. И везде одно и то же. Триллионы проклятий денно и ночно, ежесекундно в адрес матери, от мужчин и женщин, от стариков и детей. Матерщинники занимают высокие посты, многие познают в этом мире. Кончают по 4 университета. А как же Писание говорит, что они не научатся? Очевидно, речь идет о чем-то стоящем, противовес ругательным, бранным словам. Теперь все становится понятным. Они не научатся ценить чистоту языка, чисто благословлять слово. Их рот уста – источник скверна, они называют его пасть, хайло, а язык – помелом и другими подобными словами. Колоссинам 4, 6. Слово ваше добудет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Матфея 12, 36. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Иакова 3, 2, 18. Ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем у дела в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как несильными ветрами носятся, небольшим рулем направляется, куда хочет кормчий. Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Язык огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода. Не может, братья мои, смоковница приносить плоды или виноградная лоза с муквы. Также один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудрый ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой крутостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же, правда, в мире сеется у тех, которые хранят мир. Из одного источника не может пресекать сладкое и горькое, потому что там все пропитано горьким. Наш отец рассказывал случай, бывший с одним пастухом, который никогда не выражался матерно, он был глубоко богобоязнен. Корова-животное довольно осторожное, хотя и глупее лошади, но намного умнее овцы и не столь стадное. В нашей местности много логов, балок, в которых есть так называемые амутки, углубленные места, где все лето стоит вода. Предшествующие им места сырые и без воды бывают топки, и корова одна, отбившись от стада, никогда, даже под угрозой бича, не пойдет в эту топь. Если у коровы тонет на глубину копыта нога, она тут же поворачивает назад. Но здесь случилось невероятное. От пасущегося на бугре гурта делилась с коровой и прямо пошла через топки лог. Она уже засела, лежит на брюхе, но продолжает перебираться дальше, еще более гиблое место. Богомольный пастух мешется, кричит, называет ее по имени Зорька, по кличке. И, наконец, видишь, что скотина погибает, он взболился. Господи, помоги, поверни скотину назад, ибо за нее мне придется отдать свою корову, а ребятишки замрут с голоду. И вдруг в открытой степи над его ухом раздается страшный, скрижащийся голос. Старик, я всю жизнь искушаю тебя, чтобы ты осквернил язык свой бранным словом. Изругайся на эту корову, и она сразу вернется. Дед Панкратий в страхе склонился на колени, и когда он молился, вдруг над ним тем же страшным голосом, тридцатиэтажным матом прокатился из конца в конец побалки. Мат. Корова в ту же секунду развернулась и махом скрылась в стаде. О матах говорят, что они просто необходимы для связи слов. В связке мерзость связывается гнусностью. Мат – это орудие управления рабочим классом. Существует загадка, что общего между матом и материализмом, и чем они отличаются друг от друга. Оба служат для угнетения человека. Учение о материализме никто не понимает, а делает вид, что понимает. А мат – все понимают, а делает вид, что не понимают. Скверное слово, по слову Иоанна Златоуста, является навозом, наполняющим кадильницу. Это особо злобный демон, которого изгонять особенно трудно. Никакие отчитывания здесь не помогут. Здесь нужен коренной переход, перерождение, преображение. Но это очень легко делает Дух Святой в один момент. Псалом 9, 39, 4. «И вложил в уста мои новые песни. Хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Три вида сквернения особенно распространены на Руси. Пьянство, табак, матерщина. Пьющий отравляет только самого себя на расстоянии от его рта до верха головы. Курящий отравляет всех находящихся в помещении от рта до доверей. Сквернослово скверняет в пределах слышимости, а при нынешних средствах связи и весь мир – от рта до концов вселенной. Вот в такой зависимости, в таком порядке и трудно избавиться от каждого порока. Почему все надсмены, даже не знающие ни слова по-русски, выражаются по-матушке? Быть может, потому, что русская женщина породила мавзолейное чудовище. Но матерщинники были и раньше, привыкших бранным словам, укоренившимся в них, сделав их привычными, не научишься чистой молитве, евангельскому языку, и не сможешь быть благовестником, и не имеешь права причащаться святых христовых тайн. Ну, на этом сегодня все.